Приветствую вас, дамы и господа! Мы заступаем в ночную смену и сегодня мы даже не будем штрафовать водителей за неправильную парковку. Сегодня мы будем следить за соблюдением скоростного режима. Это гораздо веселее. У нас есть напарница даже. Нас прислали в помощь к этой женщине. И вот таким вот образом, как и она, мы будем стоять сейчас с оборудованием и останавливать водителей, которые превысили скоростной лимит в 50 миль в час. То есть 51 миль в час, и я так понимаю, у нас уже есть возможность остановить автомобиль. Мы в любом случае можем хоть каждый автомобиль останавливать, но мы же все-таки не в России находимся, где гаечники сначала останавливают, а потом уже начинают выдумывать причину остановки. Так что мы будем останавливать автомобили, только которые превышают. Пока что все чисто. Там один превысил на одну милю или на две. И вот сейчас в красном, видите, промелькнул. И вот сейчас. Вот надо было, наверное, в таких ситуациях остановить. Потому что сильно здесь пока что ни один автомобиль не превысил скорость. Вот мчится. Ладно, сейчас кто-нибудь не сможет себя сдержать. Вот этот господин, например, таксист. Останавливаем. Так, переходим через дорогу. Но он немножко превысил, вы видели. Все было... Все было записано. Так, переходим через дорогу. Здесь надо аккуратно. Вообще, почему-то этот офицер отказывается работать. Все нормально? Так, ладно, давайте попробуем взаимодействовать с водителем. Водитель там точно есть. Добрый вечер. Вы в курсе, что превысили скоростной лимит? Мне придется провести... произвести тест. Такое ощущение, что я к офицеру обращаюсь. Так, выйдите, пожалуйста, из автомобиля. Нам нужно произвести небольшой тест на наличие алкоголя. Так, вдохните в трубочку. И 0%. Почему же вы тогда превысили? Вы что, не видели знак? Так, ну я вынужден выписать вам штраф. К сожалению, я не могу выбрать, по какой причине я выписываю вам штраф. Но обязательно его выплатите. И впредь не превышайте скоростный режим, пожалуйста. Так, все, вы можете возвращаться в свой автомобиль. По-моему, у нас какое-то недопонимание. Мы стоим за спиной... За спиной еще одного офицера. Проблема в том, что я не могу теперь ничего сделать. Сэр, вы можете идти. Не надо на меня так смотреть, как будто я какое-то преступление совершил. Я начинаю жалеть, что остановил автомобиль. О, украденная кредитная карточка. Ну-ка, давайте попробуем принять. Принимаю. Может быть, тогда меня отпустят. Я, короче, пожалел, что с левой стороны затормозил, остановил водителя. Лучше на своей полосе, которая мне ближе была. Да, я принял, короче, вызов. Но, к сожалению, я схватил багулю. И теперь сделать ничего не могу. Мы здесь застряли втроем. И будем стоять и о чем-то размышлять, как этот офицер, смотря куда-то в удар. Получилось вырулить из этой ситуации. Я принял вызов, а затем от него отказался. И машина задеспаунилась. Фух, ты не представляешь, напарница, что мне пришлось пережить. Да, это не самая простая задача. Так, ну что ж, продолжаем. Теперь я снова хочу, чтобы быстрее вызов был. Я сразу его приму и свалю отсюда. 0%, кстати. 0% до сих пор. Ну, видимо... Ну, видимо, не засчитал из-за того, что... Так, во, останавливай! Нормози! Так, нормально. Вот этот вот явно превышал, вы сами видели. Показатели постоянно красными были. Так, немножко пробежечку устроим. Ну, это пьяница, как это алкоголик. Так, здравствуйте, сэр. Добрый вечер. Можно посветить. Давайте обыщем, кстати. Хотя, почему бы не обыскать сначала фургон? Или сначала проверим на алкогол... Нет, давайте сначала обыщем. Сэр, откройте, пожалуйста, ваш фургон. Мне нужно его обыскать. Вы мчались с такой скоростью. Явно куда-то спешите. Давайте посмотрим, что у вас здесь. Так, ну, я не вижу абсолютно ничего. Сумочка и... И лом. Так, окей. Теперь вам придется покинуть автомобиль. Чтобы мы произвели тестирование. Вы выпивали вообще? Ну, немножко. Пять бокалов, он, по-моему, сказал. Пять кружек пива или что-то вроде того. Так, да, действительно, немножко... Немножко он выпил. Так, ну что ж. Обыск и арест. Обыск и арест. Не могу же... Я в таком состоянии его выпустить снова на дорогу. Он кого-нибудь убьет обязательно. Или сам перевернется. И создаст неприятную ситуацию на дороге. Так, мне придется обыскать ваши карманы. Ладно, ладно. Так, пощупали. Угу. Значит, ключи. Ключи от машины. Билетик в кино я бы забрал. Потому что вряд ли он сегодня в кино попадет. Ну, ладно, забирать мы еще не будем. Конфисковывать тоже. Арестовываем этого господина. Мне придется задержать вас. Вы нарушили скоростной лимит. Вы еще и в алкогольном опьянении. Так, и... Ограбление казино. Естественно, принимаем. Так, все, заберите этого... Чувака. И машину, пожалуйста. У меня там вызов серьезный. Ограбление казино. Все, до свидания. На 25% мы сегодняшнюю работу выполнили. Так, давай быстрее. Блин, блин, это... Не так много нам данного. Сегодня мы будем, похоже, геройствовать возле казино. Так, все, машину заберут, я уверен. Давайте поконим. И поедем. Поедем к этому казино, где оно вообще находится. Слушайте, оно, черти, где находится? Я не уверен, что вообще успею что-либо сделать. Ну, скорее всего, грабителя задержать не получится в этом казино. Видимо, будем опрашивать свидетелей, искать какие-то улики. Так что не самое интересное занятие нас ожидает. Но это лучше, чем, мне кажется, штрафовать. Так, давайте вот здесь вот развернемся. Лучше, чем... Так, я включу, пожалуй, просто мигалки без сирены. Как это работает? Я думал, зажать... Это включение мигалок. Но нет. Зажать клавиши вот сейчас. Ну, видимо, поочередно выбирается режим. Так, ну, это чисто для того, чтобы на красный проезжать. Потому что времени у нас не так много. Да, я думаю, мы опросим свидетелей, найдем улики. Главное, чтобы не забаговалась игра, и мы смогли их отдать в лабораторию, сдать. Чтобы их проанализировать и как-то к делу приобщить. Ну, и только потом мы сможем завершить этот вызов. Так что, ну, вряд ли будет погоня. Хотя, с другой стороны, может быть, что-то у них пошло не так. И они там возятся в казино и продолжают ограбление. Если что, у меня есть шокер. У меня, кстати, до сих пор огнестрела, по-моему, нет. Да, у меня до сих пор не выдали огнестрельное оружие. У меня до сих пор шокер и перцовый баллончик. Так что, возможно, нам придется предотвращать ограбление с помощью перцового баллончика и подручных средств и материалов. Так, мы уже подъезжаем, да? Да, мы в New Coast. Фары автоматически включаются. Но ни хрена при этом не освещает. Ничего не видно. Так, вот здесь мы все-таки притормозим, чтобы не вылететь в заносе. Куда-нибудь в кювет. Или не вхерачься, в отбойник. Эвакуатор, кстати. Тоже с нихреновой скоростью едет. Так, давайте от первого лица немного погоняем. Так, можно пока что почитать, какая есть у нас информация. Казино ограбил... Водитель, короче, скрылся после ограбления. Так, слушайте, я проехал. По-моему. Да! Подождите, то есть у нас информация есть о машине. Мы не в казино едем. Я просто проехал мимо грабителей. Так, разворачиваемся. Зачитавшись. Включаем мигалки с сиреной на этот раз. И начинаем преследование. Ночное преследование преступника. Еще почитаем, еще. Я надеюсь, на этот раз не проеду. Ну да, Норт, Джетти. Так, вот он, смотрите, кружит. Пытается, пытается как-то стряхнуть нас. Но мне кажется, таким макаром у него вряд ли это получится сделать. Придется пару ударов совершить. Иначе его никак остановить. Никак не остановить. Ночнее хотел сказать. Так. Сближаясь с преступником. Пытаясь как-то вырулить в отбойник, чтобы он столкнулся. Придется попробовать сделать вот так. Слушайте, тяжесть автомобиля. Такое ощущение, что у него намного больше. Но это идеальное место для задержания, блин. Ну я так и думал. Если вы сильный какой-то удар производите в бочину, то никак не отражается это на преступнике. Но при этом вы замираете. Как будто вас заморозили. Как будто он какую-то магию использует. Так, ладно, но мы продолжаем. Надо, наверное, ударить как-нибудь в нос. Вот таким вот образом. Так, нормально. Для моей машины все закончилось, конечно, печально. Но мне кажется, надо сейчас выходить. Или не стоит рисковать. Не, надо выходить, мне кажется. Выходи, мразь. Ты приехал. Докатался. Все, ты не вырубишь. Так, ладно, выходим, выходим. Бьем сразу. Шокер. Так, не стрельное оружие, как вы видите, у меня даже не подсвечено. Покиньте транспортное средство. Выходи, выходи. Так, он отказывается, он отказывается входить. Ну, видимо, обязательно надо заполнять эту шоковую. Я думаю, достаточно будет прицелиться. Блин, вытащить его каким-то образом из машины. Не заставляй меня стрелять из шокера. Давайте попробуем. Нет, бесполезно. Даже несмотря на то, что у него разбито окно. Это абсолютно бесполезно. Ладно, ладно. Не хочешь по-хорошему? Тебе повезло, что у меня нет огнестрела. Я бы давно тебя уже изрешитил из-за сопротивления офицеру полиции. А теперь мы будем тараниться до тех пор, пока один из нас не умрет. По-моему, ты женщина. Мне кажется, или нет? Нет, все-таки мужчина. Смотрите, как его плющат. Ну, явно под веществами. Так, он выходит. Он готов сдаться. Сэр, держите руки так, чтобы я их видел. Вы арестованы, сэр. Вы задержаны. Вы имеете право хранить молчание. Все, что вы скажете, может, и будет использовано против вас. Вы имеете право также на адвоката. Давайте обучим его. Если вы не сможете его предоставить. Ой, если вы не сможете его позволить. Мы его предоставим. Бесплатно. Государство. Точнее. Так, украденные кольца. Пистолет. Хорошо, что он не начал шмалять. Блин, а я не вооружен. Что за несправедливость. Украденные золотые часы и подвеска. Также украденная. Видимо, он стащил это у какого-то посетителя казино. Я-то думал, он ограбил именно казино непосредственно. Так, ну что ж. Арест. Заковываем в наручники. Это вы. Господина с азиатской внешностью. Да, бедная моя машина. Так, вызываем транспорт. Шкала, смотрите, кстати, не была опустошена полностью. Но почему... Почему я не могу вытащить как-то силой у вас полиции? И вытащить... Так, ну забирайте. Алло. Сейчас он же убежит. А, видимо, я перекрыл движение. Да, сейчас проследим, чтобы его точно повязали. Вызовем также эвакуатор. Может нам... Ё-моё. Я знал, что некоторые методы полицейских США жестокие, но не до такой же степени. Не надо было, мне кажется, бить головой преступника в багажнике автомобиля. Так, ну и теперь, да, естественно, он не может проехать. Нет, инфу можно только посмотреть, чтобы искать автомобиль мы не можем. Ладно, вызываем эвакуатор и сейчас очистим полосу, чтобы проехал. Офицер. Так, и тем временем мы, кстати, ближемся... Движемся, точнее, к повышению. Так, залезая в машину, даже не пришлось расчищать путь, потому что все исчезло. Так, вырубаем сирену и мигалки. Здесь двойная сплошная, конечно, но... Что поделать. Ну и будем возвращаться аккуратненько опять в нашу зону. И вы знаете, чем мы будем заниматься. Так, зачем я только на эту полосу заехал? Надо было здесь развернуться в места достаточно. Будем останавливать нарушителей. И, ну, наверное, как минимум одного мы, может быть, и сможем еще. Остановить и штрафануть какого-нибудь алкаша. Ночью много алкоголиков, которые после бара зарезают как раз свои автомобили. И пытаются каким-то образом доехать до дома. Нарушая при этом скоростной режим. Пока мы выявили два основных задания. Это штрафы за неправильную парковку и штрафы за превышение скоростного режима, скоростного лимита. И пока что больше никаких заданий основных, я имею в виду, нет. Вам давят под контроль какую-то территорию. Можно, конечно, наверное, обыскивать просто гражданских каких-нибудь. Можно штрафовать за невключенные поворотники и так далее. То есть заняться, в принципе, есть чем, если вам даже надоело штрафовать водителей за несоблюдение скоростного режима. Так, ну, короче, вызовов пока что никаких нет. Я вас слышал? Как будто хлопки какие-то в выстрелах были. Видимо, это слуховые галлюцинации мои очередные. Так, давайте врубим, наверное, камеру от первого лица. Здесь вообще никого нет, смотрите. Заезжаем на парковочку и продолжаем. Так, выходим из автомобиля. Берем наше оборудование. Так, ну, честно говоря, по-моему, все вообще спать легли. Уже глубокая ночь. Никого абсолютно нет. Вон там автомобиль. Ну, это, по-моему, полицейский автомобиль. Только полицейские остались. Ну-ка, давайте чекнем. А нет, смотрите. Чекнуть полицейского-то и нельзя. Как хитро. Как они вывернулись-то. Так, может, с дамочкой можно поговорить? Привет, стоишь? Даже глазом не моргнет. Так. Подождите. Блин, по-моему, женщина сработала, да. Остановила, смотрите, гонщика. Я даже не успел среагировать. Так, окей. Не зря у меня напарница есть. И она хороша. Так, здравствуйте. Добрый вечер. Я даже не вижу, кто это. Женщина или мужчина. Так, ну-ка, давайте чекнем инфу. Предоставьте, пожалуйста, свои документы. Это Амелия Паркер. Так, вы не могли бы вдохнуть в трубочку. Мне нужно протестировать вас. На наличие алкоголя. Вы пили что-нибудь? Ну, пару бокальчиков вина. Или пять бокальчиков. Так, ясно. Но, смотрите, 0,05. Это вроде как не превышение. То есть это допустимая норма. Наверное, да? Она же не красным выделена. Так, и там украденная кредитная карточка. Но это не самое интересное задание. Так что мы его, наверное, пропустим. Давайте на X нажмем. Так, окей. А вы же не против, если я обыщу вас? У вас есть что-нибудь запрещенное? Нет, офицер, я чисто. Чисто? Мне необходимо просто проверить, обыскать вас. Так, 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 пощупали. Угу, угу. Губная помада. Духи, сигареты, зажигалка и автобусное биле. Вот почему вы, после того, как выпили пару бокалов вина, почему вы не воспользуетесь этим самым автобусным билетом? Так, ну окей. Выпишем предупреждение тогда. Или штраф и отпускаем. У меня нет причины ее задерживать. Можем еще что-то спросить, но не хочу с ней общаться. Мне кажется, она агрессивно настроена по отношению к меня. Я очень извиняюсь. Извинилась, короче, она, и мы ее отпускаем. Все, все от доброго. Не нарушайте, пожалуйста, больше скоростной режим. И если вы выпили, то воспользуйтесь действительно билетиками. Воспользуйтесь общественным транспортом. Так, на 50% мы уже выполнили нашу миссию, но скоро смена уже закончится, на самом-то деле. Машин все меньше и меньше. Отлично сработано, офицер. Она же офицер. Блин, слушайте, вы случайно не родственница с той дамой, которую вы остановили? Это очень похоже, честно говоря. Так, ну все, больше никого, наверное, не будет. Но с кредитной картой задание не особо интересно. Такое уже было у нас, по-моему, даже. Ладно, друзья, на этом мы тогда остановимся. Всем спасибо за просмотр. И до новых встреч.